господа доброе утро время 10 минут 5 9 июня 2019 год город сочи с вами ричард гулем я хочу сейчас вот что то не знаете не спится да не знаю почему вообще занимаюсь спортом там все нормально веду здоровый образ жизни да вы знаете я решил записать видео в поддержку ивана голунова я честно говоря не знал кто это такой но я счел своим долгом высказаться по этому поводу потому что я не могу молчать не потому что я хочу собрать там какие-то лайки или просмотр вы видите сколько у меня подписчиков у меня ничтожно мало 2200 подписчиков это ни о чем правда они собраны за всего лишь за один месяц я знаю что если захочу меня будет миллион подписчиков через год делается элементарно но я не хочу зачем у меня все подписчики честно суть не в этом я как блогер хочу внести свой так сказать комарийный писк вот в этот общий хор защитников ивана голунова честно говоря узнал я об этом от юлии латыниной которые слушали уже лет десять про юлию латынина я потом еще отдельное видео запишу о том что что я не думаю да в общем то она многие вещи поднимают так сказать правильно на поверхность итак иван голунов занимался расследованием ему 36 лет он козерог по зодиаку я знаю что козероги очень многие козероги скажем так те которые вот публичные люди да они за справедливость борется многие из них например наш омбудсмен по по бизнесу борис какого фамилия напомните борис вот вот он тоже до козерог да там тот же ну там не затем жанна дарк та же самая тот же там кунаев там в казахстане это люди которые вот простые там боролись за идею потом был такой замминистра внутренних дел в советском союзе сергей крылов тоже козерог вот он застрелился потому что он понял что бесполезно бороться вот иван голубов это из той же категории тоже к вот такой козерог и борец за идею вот такой знаете вот вот некоторые дурак вот понимаете вот есть такое понятие в хорошем смысле даже вот куда ты лезешь вася и вот у меня вот я вот член кпф сегодня было на спортсобрании вот вот у нас там есть такой тоже вахтанг да его весь сочи знают уже вот он тоже козерог он и он лезет на рожон вот за правду за идею он уже в тюрьме сидел по ямгу и вахтанг ты будешь сидеть в тюрьме год назад у меня с ним записано интервью на старом канале называется самый умный абхаз о причинах грузинской войны игорь ты будешь сидеть в тюрьме сто процентов вот непримиримые борцы козероги я тоже козерог да я тоже непримиримый борец я тоже ходил там по администрации там ругался на меня в суд подавала этот администрация зам мэра мне пришлось им как-то там уложить вот иван голубов из той же вот оперы да тут борец за идею борец за справедливость понимаете таких людей очень мало в россии очень мало их надо беречь короче говоря ему менты подбросили наркотики это первое его арестовали его побили при задержании андрей щиров следователь который вел его дело да по некоторым данным я прочитал кто ты такой он подозревался когда-то в крышевании на наркоторговцев и группа да я не могу утверждать но группа подозревался потому что не но не доказано в суде значит это неправда но мысли такие были некоторая дама томская некая дама то есть она была как бы осведомителем между таджикской наркомафии и московской скажем так она отсидела впоследствии 14 месяцев сизо за то что она вот рассказывала такую правду про этого андрея щиров и теперь этот андрей щиров который занимался крышеванием якобы занимался то есть мы точно не можем утверждать но нет не бывает дыма без огня нет дыма без огня короче говоря вот он сейчас ведет дело о наркотиках вот это ивана голунова у него нашли два пакетика с собой и три пакетика при обыске дома нашли у него значит ясно что он никакими наркотиками не занимается он был корреспондентом многих там газет изданий но сейчас все интернет газета название такое виртуально да вот занимался расследованием громкими расследованиями коррупционными по последним это похоронный бизнес выводил на чистую воду из-за этого таскать и прищучили перед этим он копал информацию про то что москвичи забирают квартиры около 500 квартир через систему микрофинансирования людей как бы ну подставляя документы они подписывают там закладывать квартиры и теряют в итоге терять свои квартиры то есть в москве целая мафия работает вот он проект все пишет я вот обращаюсь к путину когда это закончится но когда мы будем нормально жить вот я уже я вжил в белоруссии полтора месяца но там нет такого там лукашенко красавчик не у нас никогда не будет общего с белоруссией государства потому что ребят в белоруссии но там порядок там законность вот как бы мы не говорили что там белорусы плохо живут бедно живут у них порядок у них закон у них чтобы кому-то наркотики подбросили ну там вообще наркоманов нету там я не знаю наркотики столько дают что ну нет нет дурачков понимать никто никому там ничего не подбрасывает я вот как скажем так во втором эшелоне блогеров да я нахожусь во втором эшелоне если не в третьем да потому что у меня очень мало как бы пока что пока что но я не стремлюсь популярности она мне не нужна но я свой голос хочу искать на уровне сочи меня смотрит да там некоторые знают меня там да хочу в защиту ивана голунова я высказаться в лондоне возле посольства российского пикет проводится в москве проводится пикетом безостановочно то есть люди приходят они требуют справедливости правды путин обрати внимание когда это все закончится короче говоря 6 июня его арестовали 8 июня судья по моему михаил максимов его зовут он принял решение о том чтобы перевести его под домашний арест при этом не пускали врачей к нему у него подозрение на перелом ребер на внутренние травмы грудной клетки на сотрясение мозга и возможно еще на что-то человеку запрещено пользоваться интернетом ему много что запрещено то есть в рамках домашнего ареста я хочу я обращаюсь кто и немногочисленной аудитории которые меня смотрят и слушают распространите это видео и не обязательно мои любое видео в защиту ивана голунова позвоните всем знакомым и проявляйте свое мнение свой протест каким-либо образом понимаете потому что мы должны бороться я просто объясню вам что такое вот механизм власти у нас вот по конституции единственный стучек власти это российский народ понимаете но российский народ он очень инертный очень ленивый и очень такой иждивенческий мы все вот русские россияне там в общем да мы все еще из советского союза мы привыкли что нам все дают бесплатно что у нас там квартиры детские сады школа там пионерские лагеря все бесплатно и мы до сих пор ждем этой халявы что все нам должен дать нам никто ничего не должен дать мы должны это попросить потребовать понимаете потребовать вот поэтому я говорю люди очнитесь проснитесь вы живете в такой в такой реалии что никто никому ничего просто так в россии не дает вы должны объединяться вы должны протестовать вы должны требовать свои права соблюдение конституции прежде всего это соблюдение конституции потому что откройте конституцию и почитайте что там написано у нас конституция нарушается на каждом шагу понимать у нас путин гарант конституции я записал неоднократно обращение к путину потом стирал но у меня потому что попросили, да? То есть, Путин гарант Конституции. А что он гарантирует? Что? Он гарантирует. Свободы и права он не гарантирует. Вот сейчас у нас было партсобрание, да? КПРФ. Я призываю всех, вступайте в какие-то партии. Не обязательно в КПРФ, да? Я не могу агитировать за свою партию. Вступайте в другие, в оппозиционные партии, в какие-то общественные организации, общественные объединения, какие-то, не знаю, там, Дети войны, еще что-то, понимаете? У общественных организаций, у них тоже есть определенные полномочия. Русский народ очень инертный и очень ленивый. Надо защищать свои права, надо бороться и надо говорить свое мнение, не бояться ни на кухне с женой или соседом по телефону, а нужно выходить на митинги, на площади. Вот когда, я призываю всех, когда кто-то вам вручит листовку, да, или газету, и там будет написано, что приходите на митинг и просто поприсутствуйте. Я не призываю не выступать ничего, просто придите, понимаете? Если придет не тысяча человек, а десять тысяч, власть испугается. Я не говорю, что там власть плохая или народ там плохой. Я просто говорю о самом механизме, о том, что если вы чего-то хотите в этой жизни от властей, вы должны не лежать на диване, не сидеть перед телевизором, а хотя бы раз в год или раз в полгода выходить на какой-то митинг. придите. Вот это нужно для вас, это нужно для будущего ваших детей, это нужно для будущего нашей с вами страны. Мы все равно все любим Россию, все равно мы любим ее, потому что это наш дом, понимаете? Это вот как вот родители не выбирают. Ну вот мы родились в такой стране, мы все хотим, чтобы наша страна стала лучше. Мы все надеемся, что в этой стране наконец-то когда-то будет законность и порядок. Но это зависит и от нас. Вы поймите, что Путин это всего лишь один человек. Один! Он не может все сделать, один человек. Ему нужно помогать. И помогать ему нужно снизу. Я хочу, чтобы вы четко уяснили, осознали для себя, что каждый из вас, каждый из вас, кто слушает меня сегодня или завтра, вы завтра меня можете не слушать. Главное сегодня запомните, что каждый из вас является источником власти в этой стране. И если вы не будете проявлять вот эту активность, ничего не изменится. Понимаете? Ничего лучше не будет. Вы знаете, что я вот разговаривал с одним высокопоставленным милицейским чином, ну, в силу своего, так сказать, своего вида деятельности. То есть я занимаюсь, я персональный тренер по фитнесу, я тренирую одного высокопоставленного полицейского чина, скажем так, в Сочи. Он мне поделился такой секретной информацией. Он сказал, что в верхах, вот Путин уже думает, правительство там, они начинают подумать о том, чтобы пенсионный возраст все-таки вернуть назад. Но он сказал такую фразу, народ на низком старте. То есть Путин понимает, что народ уже все, прижат к стенке, потому что цены растут уже последние, не знаю, там 10-15 лет, цены растут, растут, растут. Зарплаты вот за, не знаю, за 10 лет они не выросли. Они не выросли. Я занимаюсь арендой квартир, да, в Сочи. Я вижу, что аренда квартир растет. Нефть растет, то есть я вот как бывший, я учился на экономиста, потом работал риэлтором много лет, да. Я знаю, что пока нефть дорогая в мире, в России все будет хорошо. Вот, но немножко я залез в дебри, вот понимаете, это одной нефтью сет не будешь, понимаете. В России должна быть законность, должна быть справедливость, должно быть общественное мнение, у нас должно быть общество. Поймите, русский народ, он должен сформироваться, мы должны объединиться, мы должны, у нас должно быть коллективное коллективное самосознание. Я проводил исследования, вот свои личные, авторские, да, не знаю, уникальные, я пришел к выводу, что украинцы, они имеют коллективное самосознание. Знаете, Вот коллективное самосознание, я приведу вам такой пример просто из природы. Это когда, например, половодье, вот вода разливается весной, и разные звери, скажем так, разные участники пищевой цепочки, они оказываются на одном острове. Вот там, скажем, волки и зайцы. И вот когда вот такое лихолетие, скажем так, половодье, то есть, ну, трагедия, беда, понимаете, они как бы на грани уничтожения, все звери, никто никого не ест. Никто никого не ест. И только человек поедает, пользуясь тем, что ты слабый, и что у тебя плохая ситуация, что ты сейчас не можешь оказать сопротивление. Вот у нас, у нас в России очень много такого, когда именно ветеранов войны обкрадывают, медали забирают, именно каких-то пенсионеров обманывают, там, на обмен денег какой-то подсовывают, какие-то фальшивые деньги. Именно детей у нас после детдома выбрасывают на улицу, квартиру в них забирают. Именно самых слабых в России всегда обижали. Это недостойно. У нас великая страна, она должна быть великой. Должна. Но великость России не только в территории, что мы самая большая страна. Я считаю, величие страны в духе, дух народа, дух каждого из нас должен быть великим. Мы должны побороть в себе вот эту рабскую психологию, вот это раболепие перед властью или еще... Вы запомните, что власть, она должна нам подчиняться. Мы делегируем власти, полномочия от себя каждой. Мы идем и голосуем. Если мы придем на выборах, не проголосуем или проголосуем не так, как они хотят, власть уберется, она испугается. Запомните, любая власть боится больше всего на свете потерять власть. Всем удачи, до свидания.